А теперь к пострадавшим от паводков Рассказова. Полгода назад наш город и район тоже затапливало. Конечно, не в таком масштабе, как на Дальнем Востоке, но 55 домов было подтоплено талыми водами. Наша съемочная группа подготовила сюжет о жизни рассказовских семей, которые два года подряд переживали весенний паводок. Какую помощь получили жители и что предпринимает городская власть, чтобы весна в 2014 году не вызвала тревожных опасений. Сейчас на улице набережная Бугровая тихо и спокойно, чего нельзя сказать о ситуации, которая происходила пять месяцев назад. 2 апреля вода стала стремительно подниматься в реке. Пришла на улицу, а потом зашла и в дома. Версии о причинах паводка были разные. Говорили о резком таянии снега, о плотинах и прудах, засорении русла реки Лесной Тамбов. К ликвидации одной возможной причины приступили этим летом. На Лесном Тамбове выпиливают деревья и очищают русло. Предполагали, что это русло будет расчищать земный снаряд, так планировалось. Но оказалось, что в реке очень много топляка. То есть это старые деревья, которые, значит, и поэтому по технологии земный снаряд не мог идти, так как его рабочий механизм мог быть поврежден. Специалисты Тамбовского областного пожароспасательного центра занимаются вопросом выемки из реки вот этого топляка. Работы могут производиться уже и на перспективу уже по углублению этого русла. То есть может подойти техника, соответствующие запасные части, значит, горючее подвозиться. То есть необходимые условия есть для того, чтобы работала углубительная техника. Помогут ли такие меры жители улицы Набережная Бугровая не уверены. После весеннего паводка основания домов даже за лето не успели просохнуть. Ремонт требуется большой, но делать его люди боятся. Неизвестно, какой будет следующая весна. Там уже просто ничего не поможет. Единственное, что поможет, прекратить сливать сюда пруды. Все, как было раньше. Они говорят, снег нет, тут никакого снега. Какой снег? Раньше в какие времена? Люди тут прожили по 75 лет. И снега были, и все было. Ничего, никого не заливали. А сейчас никакой ответственности. Из кого что спрашивать, неизвестно. Это на этого, это на этого, это на того. Все. Жители поселка Большие Туляны в этом году во время паводка оказались отрезаны от города. Железный мост затопило. Вода также подступилась к домам, в некоторые зашла и внутрь. Помощь семье Светланы оказывали знакомые. Они привозили лодку. Другой поддержки не дождались. Здесь вообще была вода. На лодке прямо вот с порог садимся на лодку и поплыли туда на этот берег. Вера Ивановна переехала с мужем сюда 4 года назад. Из местных жителей никто не припоминает такого, рассказывала жительница. А за последние пару лет вода внезапно появлялась в поселке. И пребывала на одном и том же уровне. Мы просто хотим знать, будет ли в этом году такая же ситуация. И что для этого делается, чтобы не было, не повторилось этого. Потому что это не природное явление какое-то, а это человеческий фактор. Это на одном уровне два года подряд вода на одном уровне стоит. То есть сантиметр в сантиметр, можно сказать. Это значит, говорит о том, что где-то что-то просто вот невнимательно, бесконтрольно, где-то спускаются или пруды, или что-то. В больших тулянах коренных жителей немного. Летом их чуть больше. Приезжают дачники. Магазин, прочие удобства находятся в городе. И вся помощь во время паводка оказалась тоже там. Они считают, что нас тут немного, 6-7 домов, и мы можем выйти. А мы не можем выйти, потому что кругом вода. Но это же не по колен вода-то, а по пояс. При одной мысли, что снова сюда придет большая вода, у жителей дрожь по телу пробегает. После паводка прошло 5 месяцев, а разбирательства длятся до сих пор. Некоторые еще за прошлый год не могут получить компенсацию, до сих пор судятся. За 2013-й их выплатили. Но только они мало соизмеримы с ущербом. Смотрели по той ситуации, если в дом вода зашла, значит, тем давали 10 тысяч. А у кого не зашла, была под полом, и фундамент все равно был залит, но где-то сантиметров 10 не хватало до пол, тем 10 тысяч, как нам сказали, не положено. Самая, наверное, большая выплата у нас была, может быть, в районе 50 тысяч. А так 8-12 тысяч в таком вот районе. Помогли, правда, еще пиломатериалами некоторым, забор там починить, выделили доски. Ну и все, на этом вся помощь закончилась. Материальную компенсацию выплатили 55 домовладениям. Общая сумма ущерба у нас составила более 1 300 000 по всем домовладениям. У нас на сегодняшний день компенсация всем гражданам выплачена. Она выплачена из трех источников. Это 620 тысяч по линии администрации области из их резервного фонда. 550 тысяч – это выплачены из средств резервного фонда администрации города. И 49 тысяч мы получили средства, так сказать, создавали граждане, мы, в том числе администрация, так сказать, это помощь от населения. Многодетная мама Ирина Рахмонова только частично получила положенные деньги. Скоро зима, нужен ремонт дома, причем капитальный. Насчитали на в этот раз около 100 тысяч. Из этой суммы было выделено только 50 тысяч. В этот раз, в тот раз хоть они записывали, но их вообще не выплатили. А в этот раз их и не записывали, и не выплатили. Они ни в акт не вошли, никуда не вошли. Как они говорят, по второму кругу мы это уже не описываем. А как мы можем менять мебель, чтобы делать каждый год одно и то же ремонт, на одном месте топтаться, и чтобы было каждый год по другому кругу, чтобы у меня стояла мебель. Каждый год разная, она не может стоять каждый год разной мебель. Нет таких средств. Еще одну возможную причину паводка должны устранить до наступления зимы. Согласно распоряжению администрации области, по всей Тамбовщине должны снизить уровни прудов в половину. В зиму уровень всех прудов на территории области должен быть понижен на 50% от того уровня, который, будем говорить, нормальный, подпорный уровень. Для того, чтобы в период паводка эти пруды могли в себя аккумулировать какой-то объем воды. Прогнозы строить рано. И в прошлом году вроде бы беды ничего не предвещало, но вышло иначе. Сейчас расчищают лесной Тамбов. Процесс этот трудоемкий. Корни остаются на берегу, к их уборке не приступают. Лежит тут и мусор, бытовые отходы. Наступила осень. Чтобы приступить к основной расчистке русла, еще очень много нужно сделать. А результат всей работы будет виден весной. Юлия Хлыстова, Алексей Шаповалов, Александр Колчев. Новости ТВ Рассказыва.